Добрый день, дорогие друзья! Им бы экономику взять и отменить, так и просится старая перепетая песенка из бриллиантовой руки. Я к чему? Мы сегодня хотим поговорить с нашим дорогим гостем Владиславом Жаковским. Добрый день, Владислав! Здравствуйте, Максим! Не о всякой этой фигне, типа допинговым скандалом, всяких переворотов, пучей, они уже теперь как грозы каждую неделю уже привычные. Давайте поговорим о том, что касается всех нас, а именно вообще, что происходит сейчас по итогам полугодия 2016 года в экономике. Вот действительно, от чего мы все зависим. Я смотрю, нам начинают бодро рапортовать о том, что у нас ВВП на полпроцента что-то подрос, даже обрабатывающая промышленность на 1,6% замечена. В то же время нам говорят, что рубль, как-то вот озабоченность Владимир Владимирович высказал, что при падении нефти рубль укрепляется. Так что же нет, так сказать, экономику отменили, что вообще происходит? Пытаются отменить, но пока безуспешная экономика, как некий базис, все-таки побеждает любую настройку. Видимо, эта настройка рискует реально рухнуть. Ну, как бы там, к сожалению, для них или не для них, это уже просто как бы отдельно, да. Но вообще, если говорить серьезно, то вообще все макроэкономические показатели, которые касаются именно уровня жизни, качества жизни, продолжительности жизни, смертности, рождаемости, естественного движения населения, миграции, скажем, доступности медицинских услуг, здравоохранения, образования, школьного, дошкольного, высшего образования. Вот в комплексе то, с чем мы реально живем, то, что мы сталкиваемся, то, что мы общаемся на себе по своему карману, скажем, те же самые цены в магазинах. Вот здесь полный провал и здесь, на самом деле, продолжение мощного кризиса. То есть, если мы посмотрим, скажем, на даже официальные, причесанные, политкорректные оценки Росстата, то у нас за первые полгода текущего года, значит, реальные располагаемые доходы россиян, то есть, все суммарные доходы, в том числе заработные платы, там, прочие доходы, там, от капитала, прочие деятельности, очищенные от инфляции обязательных платежей, они падают примерно на 5,7%, нам около 5,3-5,5%. То есть, это, получается, уже где-то, наверное, месяцев 19 как подряд идет сокращение уровня жизни населения. Родичный товароборот падает примерно на 5,5%, тоже за полугодие, в том году падал почти на 11%, к концу года на 13-15% падал. Инвестиции падают почти на 5%, ну, там, данные пока первого квартала, как бы, на второй квартал, видимо, был ничуть не лучше, и, видимо, тот же самый спад в промышленности, он идет, потому что капитал дорогой, денег острейший дефицит, процентные ставки для малого и среднего бизнеса, по крайней мере, то, что я сталкиваюсь с своими, там, партнерами, клиентами, коллегами, там, в том числе за пределами Москвы, Москва, как бы, это отдельный, да, как бы, субъект, но могу сказать, что нам для малого бизнеса предлагают ставки примерно в диапазоне 22-28% годовых, то есть, как бы, нажимающимся рынке в условиях обнищения населения, в условиях деградации всей социальной инфраструктуры, в условиях массовой потери рабочих мест, сжатия платежеспособного спроса, но эти ставки почти неподъемные, то есть, либо это какие-то ниши должны быть продукты, товары, которые конкурентоспособны, либо вообще взять их невозможно. Да-то да, они должны, Владислав, вообще покупать подводные лодки маленькие, самолеты, возить наркотики, в США с такими ставками. Ну, поэтому, собственно говоря, неудивительно, что, скажем, там, по Красноярску, по какому-нибудь там, по той же самой Чите, либо по Омску можно посмотреть, закрываются, там, скажем, примерно 25% участников рынка, там, ресторанного, торговли, общепита, вещевого рынка, они, в принципе, с рынка ушли. У остальных примерно еще половина идет падение продаж, падение маржи, падение рентабельности и увольнения, или, по крайней мере, плюс заморозки, либо падение заработных плат, ну и процентов 15 как-то держится. То есть, ну, это ненормальная ситуация, когда в экономике 15% субъектов экономики как-то живут, остальные деградируют. Поэтому, возвращаясь еще к вопросу о том по полугодию, да, значит, у нас откровенно провальные данные по платежному балансу, по торговому балансу, то есть, наши основные каналы получения внешнеэкономической и валютной выручки просто рухнули. У нас по второму кварталу текущего года, так называемый суммарный приток, чистый приток валюты по счету текущих операций, где учитываются торговля товарами, услугами, денежные переводы населения, платежи за использование капитала, то есть, дивиденды, проценты и прочие платежи, текущие транспорты. Здесь у нас самый худший результат за 16 лет, за исключением второго квартала, чем, по-моему, третьего квартала 2013 года. Такого вообще не было. То есть, а по второму кварталу это худший данный, там, с 2000-х годов, такого не было. То есть, 3,5 миллиарда долларов – это чистый приток капитала, по всем видам, внешнеэкономической деятельности, не связанным с движением глобального спекулятивного капитала. Там тоже, кстати говоря, вывод из стороны денег, поэтому тоже ничего хорошего нет. Сейчас, надо объяснить, 3,5 миллиарда долларов минус или всего лишь? Все-таки плюс, но, чтобы было понятно нашим телезрителям, в первом квартале было 6,5 миллиардов, а год назад, два назад мы зарабатывали примерно 15-18 миллиардов долларов. То есть, в 5-6 раз упал приток в страну валюты, именно по текущим операциям. Еще раз, это торговля товарами, услугами, это оказанная работа, это туризм, это переводы населения денежные. Ну, вообще, на самом деле, я много раз выступал на лекциях, на семинарах, либо общался с аудиторией, рассказывал, что если мы просто возьмем платежный баланс, так называем платежный баланс НБР, по методологии РЭП-5 либо РЭП-6, ну, это данные, это стандарты МВФ, по большому счету, и посмотрим, где мы зарабатываем деньги. То окажется замечательная ситуация, что мы деньги не зарабатываем вообще нигде, кроме одной единственной статьи. Статья называется «Экспорт товаров». Точнее, ну, это торговый баланс, то есть, единственная статья, где у нас экспорт чего-нибудь за рубеж, больше, чем импорт оттуда чего-нибудь, где мы деньги зарабатываем. Вот по торговому балансу мы реально деньги зарабатывали и зарабатываем. Другое дело, что раньше мы зарабатывали по торговому балансу в месяц примерно там около, можем сейчас ошибиться, но около там в моменте 18-22 миллиардов долларов, сейчас всего лишь 6,5-7, то есть, все равно падение в три раза за два года, то есть, денег даже там стало меньше. По всем остальным, денежные переводы населения, мигранты вывозят больше денег за рубеж, чем мы зарабатываем за рубежом наше население. Там в лучшие годы, в тучные годы разница была примерно 9-11 миллиардов долларов, Это огромные деньги, это бюджет на сельское хозяйство годовой. На эти деньги можно было удвоить, даже утроить расходы на коммунинальное хозяйство. Даже в лучшие годы мигранты больше отсюда вывозили. Всегда, всегда. Сейчас еще стали меньше, потому что вроде как упал рубль, можно меньшее количество рублей обменять на доллары, плюс как бы иммигрантов они уехали, но все равно минус 5-7 миллиардов мы получим по году. Значит, здесь вывоз по торговле услугами традиционно чистый вывоз капитала, причем в лучшие годы, в лучшие когда-то, которые миновали, он достигал, могу ошибиться, около 50-52 миллиардов долларов. То есть тогда это было полтора триллиона рублей, сейчас он упал за девальвацию рубля. Но еще раз, то есть как бы вот товары, услуги туристические, транспортные, логистические, консалтинговые, рекламные, какие-нибудь консультационные, вот какие вот угодно услуги, которые обслуживает бизнес населения, там всегда был минус, мы немножко зарабатывали на транспортных услугах, потому что гнали там лес, металлы, нефти и прочее, прочее. Но там был всегда минус, причем минус очень большой. Вывоз был колоссальный. То же самое касается, скажем, счета по выполненным работам, то же самое касается текущих транспортов, когда мы списали там, ну это хотя капитально, но вот все статьи, которые там есть, в принципе, там везде минус. Скажем, еще очень большая статья была, это так называемый сальдо инвестиционных доходов и убытков. Это тоже текущий счет. То есть это то, что мы получаем от размещения нашего капитала за рубежом, минус то, что мы платим зарубежным кредиторам, инвесторам, спекулянтам за то, что они в нас вкладывают деньги. И зачастую наши олигархи возили деньги там с Кипра, с Лихтенштейна, с Нидерландов, там с Богам, Бермуд, Британских, Великанских островов. Поэтому неудивительно, что 73% всех инвестиций за рубежа, это были всегда, ну там до 90% инвестиций за рубежа, это были кредиты и займы, даже 93%. И чаще всего это аффилированные структуры были, либо через банки проходили деньги. Ну и процентов 75% это были офшоры. Да, как бы понятное дело, что иностранные инвесторы входили в Россию из-за офшоров, потому что российским судам веры нет. Они всегда оформляли все кредиты и сделки на англосаксонскую правовую систему, особенно там, ну чаще всего был Кипр. Но... Тем не менее, был некий баланс между тем, что втекло и что вытекло. Ну мы на то жили. Простите, то есть, как бы вот еще раз, коллеги, кто хочет понять, что происходит в стране, надо посмотреть не только там динамику цен на нефть рублевую, о чем уже там будут два-три с вами говорим в этой студии, пока показываем, что происходит. Но просто открыть, скажем, там на сайте Центробанка России, либо других там, может какие-то агрегирующие, есть сайты, которые агрегируют макроэкономическую информацию и выдают уже заготовые графики, таблицы. Их там очень большое количество. Не будем заниматься их рекламой, но они есть, их легко найти. И построим просто график по квартальную динамику счета текущих операций, сальдо, то есть профицит или дефицит, плюс либо минус. И там потрясающая картинка, которая показывает то, когда мы вошли, прошли рубикон, прошли красную черту, когда вот эта точка невозврата была пройдена. И стало понятно, что экономика все, она себя черпала. Вот этот вот нефтяной бобик вздох, этот нефтегазовый титаник тонет, как бы шлюпок на всех не хватает, потому что, по сути, миллионов 15-20 населения страны. То есть, как бы, это те, кто на трубе, это чиновники, бюрократия, аппарат, олигархи и как бы жены семьи наших там, всяких там Ролдугинах, Рутенбергов, да. Вот, остальные 120-125 миллионов, они идут по боку. В то время жить нормально могли миллионов 40-45. При такой нефти, как сейчас, и при тех... 15-20. 15-20 это край, как бы, это вот то, что... Это те, кто сейчас нормально живут, а те, кто как-то крутится и умудряется чего-то прокормиться еще, а остальных происходит, просто денег нет на них. Просто, как бы, вот в рамках этой деиндустриализированной, офшоризованной, экспортно-ориентированной, низкопередельной сырьевой экономики трубы, просто она не способна прокормить больше. У нас всего, извините меня, взять всю нашу экономику, она 80 триллионов рублей. Если ее разделить на всех 146 миллионов россиян и еще там, собственно говоря, поделить это все по месячной динамике, то получится, что мы в месяц можем ВВП весь разделить примерно по 40-2 тысячи рублей. Это не много, на самом деле. Я понимаю, что... Это ВВП. ВВП весь. Вычтите отсюда. Оттуда еще инвестиции, госрасходы, налоги, импорты, которые с страны уходят, вывоз капитала. То есть, даже если все взять, это все равно, как бы, честно, это позорно мало. То есть, как бы, мы понимаем, что, да, даже эти 40 тысяч рублей, на самом деле, самое интересное, Росстат публикует данные. Это 15 тысяч рублей, а остается на потреблении человека. По большому счету, но, к этому, знаете, вот, если посмотреть даже официальные данные Росстата, то у нас зарплату в 33 тысячи рублей, среднюю зарплату по стране, не получают 75-77% россиян, а у половины населения страны, так называемый медианный доход, он примерно около 21-22 тысяч рублей. Когда я там приезжаю куда-нибудь, там, в Иркутске, в Лануде, где-нибудь там, ну, Красноярск меньше, ну, там какой-нибудь даже, ну, мне Самара тоже отличается, ну, какой-нибудь такой депрессивный, нормальный городок, то зарплата 15-20 тысяч рублей, это то, о чем люди мечтают. Там люди выходят после окончания университета, закончив, да, я понимаю, что это, конечно, может быть, не МГО, это, может быть, не МГИМО, не Высшая школа экономики, какие-то другие вузы, да, которые более престижные, может быть, известные. Но, получается, они... Но люди 5 лет отучились, они как бы ходили, то есть они писали, это курсовые работы, дипломы, там плохо, ну... Ну, что, 10 тысяч, 15 тысяч рублей? Ну, я знаю, которые выходили на ставку 8-10 тысяч рублей. То есть на пересчете на советские зарплаты для нашего поколения это 8-10 рублей. Ну, в Советском Союзе была минимальная зарплата 60 рублей, минимальная, ну, 60 рублей считалось нищенской. То есть сейчас люди реально живут на зарплаты где-то, ну, где... Ну, может быть, не 8-10, но 12-15 советских рублей. Это ни о чем. Это мог... Ну, я знаю, по самым родителям, которые подрабатывали, будучи студентами, ну, как бы, там, зарабатывали больше. Те, кто даже могли как-то подпределиться. Ну, 40 рублей стипендия вообще. Ну, да, я продумал, что стипендии были как минимум 35-40, еще как бы могли бы заработать. Я теперь, не став, не, так сказать, совершенно не удивляюсь, ну, и раньше не удивлялся. Я в Орлее увидел новые продукты. Спреды. Спред крестьянский. Да, да. За 10 рублей пачка. Это продукт, который сделан... Это не масло, это суррогат. Масло, это, фактически, рыбий жир взбитый или там, так сказать, говяжий, например, жир. Это уже не сливочное масло. То есть все пошло... Ну, это вторсырье, это вторперработка. То есть пошла массовая фальсификация продуктов для того, чтобы обладатели зарплат там в 10-15 тысяч могли хоть что-то купить. Максим, вот, еще раз знаю, это такая нормальная, нормальная в кавычках, это не нормальная, это плохо, это такая типичная толполитарная, быдло-феодальная система выстраивается по-хорошему. То есть как бы, когда понятно, что вот эти 80% они будут оскотиниваться, они будут дебилизироваться, они будут их надежать злыми, голодными, озлобленными на весь мир, недовольными госдепом Европы, Америка, Китай, везде все наши враги. Понятно, только вот там правящая тусовка хорошая, и вот, как бы, пускай они будут бедные нищие, но как бы, вот как бы ничего не случилось, иначе будет только им для них хуже, когда им как рассказывают. Поэтому неудивительно, что у нас, скажем, в Минобразовании говорят о том, что якобы для третьей, всего лишь треть населения страны имеет смысл получать высшее образование. Хотя уж, я понимаю, что у нас высшее образование крайне низкий уровень, я как бы сам заканчивал университеты, преподавал, лекции, семинары, да, оно падает даже в самых ведущих, самых престижных вузах, да, но как бы вы альтернативу такую-то создаете? Вы создаете хотя бы какую-то другую альтернативу, где людям учиться, куда им ходить на работу, где им себя реализовать, чтобы понять... В Швейцарии рабочих уже университетах готовят, у них есть университет, как-то... Германия полностью, все лучшее образование бесплатно, еще из федеральных земель и региональных бюджетов. Поэтому это, ну, просто надо будет понять, что, ребят, денег нет, образования нет, не будет, здравоохранение будет дорогое, поэтому больные, так сказать, вот эти вот все программы там настаивали, я за там народную медицину, если это все в меру с головой, да, там что-нибудь там попить щек там со смородиной, я не против. Но когда как бы у нас нам рассказывают про прилисти того, что вот там не есть тот продукт, не есть рыбу, не есть мясо, не пить молоко, не употреблять орехи, там чего-то, питаться чем-то там подножным кормом, это как бы уже очень плохие времена. И вот просто мы не закончили мысль, еще раз как бы график, который ключевой для понимания происходящего в стране, это посмотреть именно динамику счета текущих операций, приток отток валюты. И вот с 2001-2000 года, даже с конца 1999 года, когда пришел там Примаков, Маслюков и Герачин, когда там правительство народного доверия, хоть нормальный там единственный потоку период за последний четверть века, то был рост постоянного притока капитала в страну, например, с 2-1,5 миллиардов долларов, потом до 6, до 7, до 12, до 15, до 20, там, например, до 15-16. И потом в 2008 году, в 2009 происходит слом этой модели, то есть как бы график был растущий, растущий, растущий. И с 2008 года, потом вал 2009 года, отскок 9-10, и вниз, 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 вниз. И в принципе канал сужающийся, и все время идет вниз. И вот сейчас по второму кварталу мы ушли на 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов это приток капитала по 2001 году. А в 2013 году был отток капитала по текущему счету, чего не было 16 лет с дефолта 1998 года. И в принципе мы идем вниз, и вон там уже пропасть. И вот эти вот все, вот все, что там, системный кризис 2011 года, про который мы говорили, падение продаж и производство автомобилей с 2012 года. Собственно говоря, когда экономика, когда перестали расти доходы, заработные платы у подавляющей части населения страны в 2012-2012 году, это все не случайно. Просто вот эта система, олигархическая, феодальная, она не способна прокормить этим капиталом вот эту всю массу. И просто вот если график эту историю смотрит, то понятно, куда мы идем. То есть большая тенденция на то, что... Денег нет. То есть на них денег нет. Приток капитала, понятно, приток сюда валюты. Еще раз, не спекулятивно, а именно то, что мы реально зарабатываем от продажи товаров, услуг, там наши рабочие силы, и прочее, прочее, прочее. Ну, что говорить, сейчас будет исчерпан тот самый двухлетний срок, о котором говорилось в конце 2014 года на прямой линии, там художественно-промышленные палаты с народом, что два года подождем, там нефть, собственно говоря, не будет ничего. Все, нефть мы видим, 45 долларов, 46. Кому интересно, просто посмотрите данные, значит, еще раз эти данные, по-моему, не созвучили, еще раз напомню, что у нас по, там, маю, апрелю, июню, неважно какие месяцы, приток валюты, то есть, так называемый, профицит, чистая положительная сальда по торговому балансу, то есть экспорт товаров минус импорт товаров, составил примерно, там, 7-7,2 миллиарда долларов. В моменте был 6,5 даже, пускался. Это худший показатель с 2009 и с 2005 года, 2004 года. Он упал за последние 3 года более, чем в 2,5 раза. И дальше съеживать импорт тоже некуда. А мы от него критически зависим. Самое страшное то, что если еще в 2014 году импорт падал быстрее, чем падал экспорт, там примерно импорт падал на 35-40%, импорт примерно на 3%, и в принципе, в какой-то момент думали, что вот же оно импортозамещение, импорт будет падать быстрее, экспорт стабилизируется. А 15-й год и 16-й показывают, что все это полно, то в конце 15-го года и начало 16-го, что это не работает, потому что зависимость от медикаментов, субстанций, полуфабрикатов, комплектующих, расходных материалов, упаковки, чего угодно, настолько высок, что сегодня экспорт падает на треть, а импорт падает всего лишь на 18-20%. И поэтому вот это сальдо сжимается, если профицит торгового счета, торгового баланса упал в 2-2, даже 2,5 раза в моменте, если максимум брать, там 6,5 миллиардов там в мае и этого года и там 20 миллиардов 2 года назад, то по счету текущих операций падение более чем в 3 раза. И вот даже по второму кварталу этого года, там даже не в 3, а раз в 6 получается, потому что 3 миллиарда против 16-17 там. И это все, то есть как бы надо понимать, что впереди рост налогов, рост поборов, платные въезды в города, перенос платону на все региональные трассы, коммуналка будет дорожать, поддерживать. Обложение народного автора гаражной экономики, то есть то, что сейчас выживает, 30 миллионов получает зарплату в конвертах, их тоже будешь с них драть налоги. То есть сейчас наступает история, ну типичная история такого западноевропейского короля, который слишком увлекся, так сказать, заворовался, завоевался, постал строить много дворцов, и сейчас надо драть три шкуры с народа. Вот сказки Джанни Радай, условно говоря, все, все, сеньор помидор, лимонная династия, сейчас у дядюшки тыквы будут отнимать последний кирпичик, условно. Вишенки еще пока немножко потусят, а потом все это дело рванет и плохо кончится. Но смотрите еще раз, то есть как бы то, что вспомнили про малый бизнес, про самозанятых, про гаражную экономику, понимаешь, что в этом сегменте денег, там невозможно исполнить фискальную функцию вообще. То, что они соберут там с малого бизнеса, эти там несчастные, там 30, 40, 50 миллиардов рублей, это вот для нас с вами сидеть за столом, да, 50 миллиардов рублей, это там вагон денег, полета резан, это как бы, дайте нам хотя бы десятую часть, мы там прокормим это всех своих друзей, родственников кого угодно в десятилетиях вперед. Но для государства, для российской экономики эти 50, даже 100 миллиардов рублей, это ни о чем. Это вот просто, это как пылинка. Эти денег, они даже не заметят бюджет. В бюджете дыра реально 2,3 триллиона рублей официально в бюджете записано, фактическая дыра 3 триллиона рублей, то есть в 30 раз больше того, что можно за малого бизнеса, если еще доить, там нагибать, количество проверок, это будут откаты, это будет коррупция, это будет бегство, еще большую тень, это будет утрата собственно говоря там источника прокорма для тех, кто там занимается каким-то пошивом обуви, не знаю, там оказанием услуг ремонтных, кинестрижки, парикмахерские, ведь очень многие в регионах выживают именно этим. Ремонты велосипедов, продажи кабачков, каких-нибудь, не знаю, там огурцов на трассе, вот когда бабушки выходят там с усадинного участка, да и просто прудут на дорогу, я даже все, все, мы уже слышали информацию, что бабушки возле метро это на самом деле члены ОПГ, до 80%, я конечно понимаю, мы все не могли панить, кто вывозил серым образом по незаконным каналам по 45-50 миллиардов долларов, полтора тренда, бабки вывезли, Марину продали и вывезли, черешный продал и вывезли, как называется, все, мы же знаем, что деньги на Кипре были, да, я теперь понимаю, что они сейчас будут, во-первых, нефть естественно расти, слишком не вырастет, сейчас мировая экономика в лучшем положении, то есть на то, что нефтяная халява вернется, нет, значит сейчас будет вливать народу опять, лошадиные дозы шприцами пропаганду, чтобы перетянуть выборы осени 16 сентября 16 года и как-нибудь добраться до выборов президентских 18. Но уже видно, что нет, не получится, Владислав, уже все. Я смотрю, что одновременно ведь, при том, что сжимается пирог, сжимается поступление, щедрой рукой пошло расплескивание на совершенно бессмысленные внешнеполитические сверхдорогие мероприятия. Ну хорошо, ладно, война в Сирии бессмысленна, якобы там тренируются силы, но тренируются на противнике, у которого нет ни истребителей, ни зенитно-ракетных комплексов, ни ради электронной борьбы. Это как мы сейчас пойдем тренироваться в рукопашном бою, в детский садик. В принципе, мы будем там ничего так смотреться, мы там даже можем и в хоккей поиграть, и в бега, и в бега. Фактически, фактически армию Сирию содержат сейчас. Теперь, оказывается, денег нет, в стране дыры. На три года пенсионные накопления изъяты. Но при этом, значит, Египту, а, Ирану 2,5 миллиарда евро под на льготнейших условиях. Под 2,5%. Бангладеш 12,7 миллиардов долларов тоже под 25%, под 2,5%. Своим под 25%. С льготным периодом на 30, там что-то 20, либо 30 лет. 28 лет. На 30 лет, да. Сейчас, Египту, по-моему, сейчас, я не ошибаюсь, тоже сопоставимую цифру, но мы сейчас табличку покажем. Значит, и сейчас еще Турция ломится, ну как, какую-то АЭС надо строить на 17 миллиардов. Как будто у нас в стране самим не надо. Да, формально вроде мы эти кредиты даем, но они как бы назад вернутся с заказами нашим атомным строителям. У нас своих-то, у нас у самих надо строить. Страна абсолютно не обустроена, где в аварийном состоянии находится почти вся базовая технологическая инфраструктура. Дороги, порты, собственно говоря, железные дороги, не знаю, там вот все, что угодно, куда ни плюнь. Атомные энергоблоги, те же самые про то, что говорили в институте естественных монополий, там энергетики, про академию, ну какие-то, ну то есть, доклады все есть, можно посмотреть. Когда у вас, в принципе, ветхий аварийный фон жилья вырос за последние 20 лет более чем в 3 раза, когда у вас обрушаются дома подъездами, просто перекрытия, обваливаются, постоянно гибнут люди, там про казармы падали, дома падали. Коллеги, вы то же самое в стране сделаете, причем еще в рублях, еще валюту сэкономите, еще под эту валюту может еще импортное оборудование, какую вам необходимую технологию купить по льготной ставке, дав по лизингу, там скажем, ставку не 20-15% для бизнеса, для промышленности, а там 2-3% субсидировав, получите в стране кумулятивный эффект. Они говорят, мы же в промышленность деньги пойдут косвенно, но во-первых, в промышленность пойдут только часть денег, потому что львина доля все равно будут досидать там, в стране, там рабочие места, это для налоги, платятся, здесь как бы часть только будет. Нет, в ладисплее. Спросите, если посмотреть на наш... Если когда тебе здесь внутри уже нечего развивать, вот ты в Бунгладеш, в Египет, в Иран, пожалуйста. То есть, когда избыточное накопление капитала, когда падает на дачу на инвестированный капитал, когда у вас инновационная, модернизированная, диверсифицированная по отраслям экономика, когда у вас кредиты 1,5-2% как в Европе, скажем, сейчас в Чехии ипотека 1,75% годовых, в России ипотека средняя 12,85%, но это официально, а если у вас доходы там ниже определенного уровня, маленький первоначальный взнос и сложный, нету гарантии, пара училища, в принципе, ставка 13,5-14% бывает, что даже и выше в регионах. Поэтому, вот если бы у нас это было, эти экономики, в которой не было бы изношенного основных фондов, основного капитала, где у нас было бы необходимо оборудование, развитая промышленность, там электроника, останкостроение, приборостроение, все что угодно, вывозить и скупать кого-то, как это делать Китай. Но мы-то не Китай, у нас все последние 25 лет, если открыть данные Росстата, износ основных фондов в экономике, степень износа растет. Она была в светские времена, и Советский Союз это критиковали, 31-32% от суммарного, от достаточной стоимости оборудования, там зданий, всего-всего-всего, да. В 70-е годы она была около 25-26%, к 99-му году износа вырос до 38-39%, к 11-му году до 43-х, к 16-му году до 50-ти процентов. То есть вопрос, так сказать, заработали на продаже нефтегаза и нефтепродуктов в 3 триллиона 100 миллиардов долларов за последние 16 лет при вот нынешнем власти, да. Собственно говоря, еще там металлы, химия, нефтехимия, прочее, еще полтора триллиона. То есть мы суммарно экспортировали всего за рубеж 5 триллионов, по-моему, 100 миллиардов долларов, там 5-200 где-то. Из них мы, по-моему, успешно определили процентов 90. Мы просто проели там это шмотки, это техника, это, собственно говоря, какие-нибудь там товары текущего потребления, это вывоз капитала, это скупка яхт. Это самолеты для собачек, шувалов, там вот сюда. Я считаю, что собака, это корги или карги, это потрясающая порода, когда нам жена, вице-премьера, потом отвечает, что вы знаете, на самом деле, Россия это такая страна, где ее честь защищают на международной арене собаки и псы, и вот эта утварь как бы наша правящая офшорная инстократия, я считаю, что наверное, это лучше, чем когда ученые, наши пенсионеры, которые бы отдыхали где-нибудь там на курортах, где-нибудь, как-то делали там европейцы и прочее. Это замечательно. Им, говорят, неудобно летать не то, что в эконом-классе, им, говорят, в бизнес-классе, но они мне уставшие. У нас в стране, простите меня, по данным, которые я просто делал, это я продал, по данным, по оценкам, 75% вообще не летали на самолетах, до 70%, и всего лишь там выезжали за рубеж около, по-моему, 15 миллионов, около 20 миллионов, из них постоянно выезжало около 5 миллионов, сейчас еще меньше стало. То есть, люди не то, что они бы рады были в отсеке с грузом, с багажом полететь, у них собак, где-нибудь, не говоря про эконом-классе, а там, собственно говоря, бизнес-джеты. Владислав, мне очевидно, что сейчас экономика в Российской Федерации похожа на самолет, у которого бак пробит, то есть, бензин просто, керосин вернее, авиационный, вот с шлейфом за самолетом, снижающимся, так и надет. Но мы там мало, командир корабля, он еще этот, отливает этот самый, бензин Бангладешу, Ирану, Едипту, братским народом. О, сейчас турки подошли. По борьбе с мировым сионизмом, и терроризмом. Народ турецкий снова братский. Я не знаю, кого ненавидеть, я просто пудрый, дайте мне какую-то справку, что ли, потому что месяц, год назад они были друзья, через полгода они были враги, с ней оказывается. Я, конечно, не верю, естественно, ни в какое там народное возмущение. Прекрасная сила пропаганды и сила атомизации сейчас общества. Но в средневеке она тоже была, так сказать, не идеальна. Но я знаю, что все сейчас четко идет к сценарию вот этого вот средневекового монарха. А может быть, я бы еще назвал словно сценарием Алексея Михайловича, ну, отца Петра Первого, естественно, который у нас, так сказать, во время, извините, тяжелой войны, кстати, тоже за Украину и заодно за Прибалтику, он одновременно пытался, значит, воевать, да, в Прибалтике и на Украине, да, в Малоруссии. Одновременно патриарх Никон строил вот такие вот, там, ставил новый, там, новый Иерусалим. Боролись с покемонами в те же дни, тогда в те же дни. Бедный народ, голодный народ. Медный бунт. Да. Пытались заменить деньги медными, серебряные и золотые медными деньгами. Естественно, торговцы принимали зарплату, если говоря, жалование платилось медными, торговцы принимали только золотые. Не дураки, конечно, не дураки. Просто, еще разок, воевать с глобальным злом, воевать с мировой закулисой, воевать с комитетом трехсот, с мировым, с низким бандеро-фашистским режимом, это здорово. Вот, я запускаю, что хотят творят. Но только не с голым задом, только не с населением, где 8% реально в нищете и в бедности. Когда вы приезжаете в какой-нибудь провинциальный город, типа, не знаю, Байкальска, какой-нибудь там, Боярска, Сульянки, там, в Иркутской области, там, извините, меня вся молодежь, которая не виновата в том, что они там родились, какие у них родители, их не выбирали там, все дружно ходят, торгуют рыбой и там, кедровыми орехами на вокзал, потому что просто нет другого существования, они не могут заработать никак по-другому деньги и они сами себе зарабатывают на школьные портфели, на тетрадки, на ручки, на карандаши. Я этих людей как бы сам много раз видел, как бы, более того, я их даже в детстве и знал. Владислав, ну, я нашу власть, естественно, стал называть с недавних пор художественной пропагандистской палатой, КПП, вот, что они попытаются сделать, вот, если что, что у тех, у кого еще какие-то остатки денег сохранились. Я так понимаю, что они сейчас попытаются опять решить проблему за счет девальвации рубля. Им понравилось девальвацию устраивать, вот, все время кровопускания эти девальвации, что сейчас людям действительно пользуются, затишим, покупать уже доллар. вообще сейчас мы предскажем там про нефть, про процентные ставки, но смотрите, еще раз, это очень важная вещь, а сейчас будет такая... Ну, после выборов пойдет, может, сейчас, после выборов вообще все движухи будут в октябре, до октября будут держать просто рубль максимально дорогим, процентные ставки максимально высокими, денежную массу зажимать, кредит дорогой, когда... Понимаете, почему рубль сегодня крепок? Потому что денег в экономике лишних нет вообще. Вообще просто нет денег никаких, нет оборотового капитала у тех, кто за пределами экономики трубы и кто не пилит бюджет и не из госбанков и не из госмонополий. Все, у них денег нет. Нам говорят, вы знаете, там скопилось на расчетных счетах наших российских компаний 23 чем-то триллиона рублей, из них там долгосрочных денег, там такая-то сумма, там несколько триллионов, даст из там Роснефти, Газпрома, металлурных, какие-нибудь алюминщики, кто из них даст деньги какие-нибудь там электронщикам, авиаконструкторам, кому они сдались. И вы что, это идиоты, что ли? Мы проще валюту купим, но мы в этом валюту не считаем, будем в них сидеть. И мы видим, что было там, какой курс был в 98 году 600 рублей, какой курс был в 2008 году 22 рубля, в 2013 году 31 рубль и сейчас там 65, а был 85. Конечно, проще валюту купят. Рентабельность инвестиций просто в разы выше и рисков в норе. То есть они сейчас дождутся, когда пройдут выборы 18 сентября, в Думу там дадут нужный процент партии честных людей, единых честных людей, потом вот этот навес рублевый рухнет. Они будут вынуждены просто пускать рубль, то есть если посмотреть, что сейчас происходит, то все такие глобальные финансовые индикаторы стоят сегодня против риска, против валюты. То есть сейчас турецкая лира обновила абсолютно исторический минимум по отношению к доллару. Американский доллар развернулся, стал тоже подрастать по индексу долларов к шести валютам. Доходность самых коротких одномесячных векселей американского правительства, то есть так называемые гособлигации США, самые короткие, по которым привязана стоимость капитала на банковском рынке в мире. Вот они сейчас нарисовали картинку, то есть они вот поросли, росли, росли, росли до февраля 2016 года, когда рубль был 85 рублей, нефть около 27. Потом они скорректировались, вниз было падение, все думали, что Америка ставку не поднимет, и денег будет много. Потом они отросли, и сейчас они стоят на рубеже февраля 2016 года. То есть уже сейчас горячий спекулятивный капитал в долларах и доходность американских и безрисковых бумаг коротких, она такая же была в январе-феврале. Мексиканский Песо уже переписал минимумы февраля текущего года, когда рубль был 85. А китайский Юань Народным банком Китая уже девальтирован по официальному расчетному курсу на минимумы 10 года. То есть он уже переписал в феврале этого года. Мексиканский Песо падает, бразильский Реал тоже падает, там индийская Рупия она вблизи, она тоже смотрит очень сильно на падение. Рубль единственная валюта, которая умудрилась вырасти с 85 рублей на 62 при затухающей, гибнущей экономике, при сокращении валютных поступлений. Платежный баланс сыпется, в бюджете дара не 2 и 3 триллиона, а 3 триллиона минимум. Причем, просите меня, в бюджете вообще замечательная вещь. Смотрим бюджет, оборонка, национальная безопасность, силовики, госпропаганда и прочее. исполнен бюджет за полгода на 45-55-60%, даже с обережением графика, а экономика исполнена на 22%, образование на 18%, какие-нибудь там статьи типа амбулаторная помощь, скорая медицинская, какие-нибудь образовательные проекты исполнены на 3-5%. Даже Крым, который приоритетное направление, исполнено финансирование Крыма всего лишь на 6%, по-моему, по Кавказскому региону на 4%, Калининград, по-моему, на 6%. Все, то есть, как вы понимаете, деньги только на тех, кто с ружьем, остальных потом деньги вбухают в ноябре, в декабре, как всегда, и эти деньги у них все разворуют, все спилят, все купят у них валюту, и в ноябре-декабре рубль куда-нибудь там 72-77-85 и туда. К 80-ти дорог, то есть, рубль может быть? Ну, они, им смысл нет, то есть, они могут еще полгода, год, но они могут держать этот курс крепким, уже президент, понял, потому что мы это писали через Московский экономический форум, через Деловую Россию, через Столопинский клуб и просто как бы постоянно выступая, что еще раз, как бы у вас экономика построена вами, она не жизнеспособна вообще, то есть, у вас все равно будет дефолт, то есть, у вас в том или ином виде, просто вам лучше сегодня сделать резко слабый рубль, при этом снизить процентные ставки, вести контроль за валютными счетами и валютной позицией крупнейших госбанков, которые сидят на 70% всех активов банковской системы, вести контроль за продажей, выручки крупнейшими госмонополиями, нефтяными там, металлургами, нефтехимиками, производителями удобрения, кем угодно, дать дешевый кредит для всего бизнеса, для всей промышленности, создать систему мощного госзаказа, у вас и деньги в бюджете, пускай и бесценившиеся, мы все прекрасно понимаем, да, у население пойдет уровень жизни, но по крайней мере у вас будет импульс для импортозамещения, для инвестиций, создания рабочего, а так у вас не будет вообще ничего, еще и налоги поднимите, еще и налоги поднимите, сборы поднимите, еще и, собственно говоря, импорт попрет в Россию дешевый, поэтому импорт так и не падает. У меня, в принципе, Владислав, вот действительно, экономику взять, они пытаются отменить. Они борются с ней, как могут. Да, они пытаются пересидеть, хотя уже видно, что не пересидят. И уже вот из того, что из того, так сказать, картины наблюдений, которые вот мы с вами, соответственно, здесь раскрыли, как мы развернули перед нашими зрителями, уже видно, что нет, в 2018 году, до начала 2018 года они, конечно, ситуацию не смогут. Я думаю, социально-экономический кризис, структурный кризис, системный кризис, он не то, что там до 2018, я думаю, что он до 2019, это 3-5 лет минимум, вообще без изменений, железно, просто депрессуха. Другое дело, что на горизонте за 2019-2020 годом, я думаю, там может быть очень сильный переход политического кризиса. Турецкий сценарий, какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь малазийский сценарий, чилийский, какого года, мы не знаем, нас не спросят с вами. что там может бомбануть очень хорошо, причем, вот эти разборки ФСБшиков со Следственным комитетом, прокуратурой, ССКРом, создание Нацгвардии, Росгвардии, полмиллиона штыков, личной гвардии, и вот эти все, что там происходит, просто видно, кстати, понимаете, как с жаренью кожу, пирог сжимается, все хотят так же жрать, как жирали раньше. Они жирают друг в друг. Денег в бюджет нет, вот экономика сжимается, а фонд оплаты труда сокращается, либо не растет, а в реальном выражении сжимается. Бюджетные расходы заморожены на 3 года, на уровне 15-го года, и получается, с учетом инфляции, они сократятся минимум на 25-30, ну там, при официальной инфляции на 20%, реально на 30-40%. Какие-то программы вообще отменили. Скажем, программа электронной промышленности вообще заморожена, вообще не финансируется. Потому что не нужна электроника, зачем России? Без нее проживем. Я думаю, Владислав, может быть, даже пораньше, не только 19-20 год, я имею в виду, что есть события, которые совсем не зависят от старой площади, от Кремля и прочих событий в мире. И если, например, в мире наступит новый виток вот этого системного экономического кризиса, есть же какие-то Соединенные Штаты. Если там например, опять с 2008 года придет еще один виток падения, то простите, это на сырьевом рынке скажется сам. Максим, а вот, кстати, очень важную систему подняли, мы про нее забывали говорить до этого. Вот почему еще у нас нет такого сильного провала в экспорте. Он есть, но не такой катастрофичный. Потому что поставки в Европу падают и нефть и газа, а вот в Китае мы наращивали более чем в 5 раз за последние годы. Но вот с последних месяцев Китай сокращают закупки российской нефти и заморожена стройка Алтая, будут покупать по ней наносители. Да у китайцев сталь некуда девать. У них колоссальное перепроизводство. Колоссальное перепроизводство сталь, им сейчас закрывают стальную промышленность. У них не проданы сотни миллионов квадратных метров жилья, у них колоссальный складский запас и всего и все, продать никто не мог. Поэтому они девальбируют юань, и юань падает на 6,3, 6,5, 6,8 юань из американских доллара, еще уедет там далеко за 6,8, 7,2, на минимуме 91-го года уедет, скорее всего в горизонте 3-5 лет. Но проблема это в чем? Для нас не только... Во-первых, нефть может уехать, я думаю, к концу года легко ниже 42, ниже 37, 33 долларов за бочку. Но ко всем прочему, что почему это будет хуже, чем было год назад, Китай сократит физическое выражение закупки нефти. Причем там процент на 5, на 10, но это психологически будет удар еще больше по сырьевым рынкам, что Китай впервые за десятилетие, полтора, два, даже за три сокращает закупки энергоносителей. И вот это может настолько перевернуть парадигму финансового рынка. Я уж не говорю про то, что в принципе если мы посмотрим на финансовые рынки, то, о чем я говорил, доходность американских гособлигаций короткие растут. Стоимость американского доллара на межбанковском рынке в Европе, так называемая ставка LIBOR в американском долларе трехмесячной, это ключевой бенчмарк, это ключевой индикатор стоимости денег в мировой экономике. Он сейчас уже 0,7% был недавно еще там 0,2%. Причем разница между долларом и евро фондированием она максимальна за последние несколько лет, по-моему, с 2010 года. То есть в принципе все индикаторы вступят в то, что мы сейчас на развороте. То есть нефть должна идти вниз на 42, 37 и ниже 33 доллара за бочку, рубль должен двигаться, ну он уже был 62,5, сейчас 64,5, 67, вот 66, если они не удержат рубеж, они пробивают канал, там первые 64 недели, потом 66, пробивают, уходят сразу на 72, а оттуда в принципе к концу года после какой-то коррекции можно падать. Поэтому для простых россиян если чем это вам грозит, тем, что все будет дорогим. То есть опять-таки скачок цен на львину доли того, что употребляют в российских магазинах, причем формально это все российское, но по факту это пассивный материал импортный, от картошки, там и до чего угодно, где до 70% даже медикаменты это импортные, это под шумок, собственно говоря, местные монополисты задают вам цены на все. И самое удивительное, смотрите, рынок нефтяной, рынок энергоносителей, у нас вот сегодня прозрачает заправку, смотрю цену, 39 рублей стоит бензин, он стоил год назад 35-36. То есть они в этом году два раза подняли акцизы на топливо, вроде как налоги не повышаем, потому что президент сказал не повышать, а не налоги платили же, повышаем торговый сбор, кадастр, платон, что угодно, въезды в город, парковки, еще акцизы на топливо, и на подакцизные товары, сигареты, алкоголь. Вот, и собственно говоря, что получилось? На 4 рубля в этом году, в январе и в апреле подняли акциз на бензин и на 2 рубля на дизель. 3,5-5,5 раз в зависимости от бензина, от дизеля. И он растет. Дали приказ, что, ребят, мы вроде как подняли, но цены на топливо не подрастут, для экономики это не удар. Но, они договорились с нефтяниками до июня-июля, и первый скачок цен на нефть, на бензин, на внутреннем рынке пошел именно летом. Сейчас уже подскочили на рубль полтора. К концу года еще 2 рубля после выборов мы нарисуем. А это автоматом... А это разгон по всей цепочке. А это маховик. Это маховик инфляции, это просто свежего воздуха в котел дунуть, еще туда плеснуть бензин и керосина и как бы вкупе там с девальвирующей... То есть, издержки в небо, доходы населения в пол, платежеспособность спроса сжимается, потребление сжимается, а на фоне падающего потребления на 5% надо удивляться, что у вас падают на 5% инвестиции. А кому продавать это все собирать? Не проблема произвести в нынешнем мире, проблема... Для нас еще и проблема произвести, а проблема продать рынок сбыта, логистика, транспорт, хранение и суметь это делать какого-то способа. Ну что ж, мне самому, в общем-то, интересно, если это уместно, это случаем, кончится эксперимент при разваленной экономике. Экскрементом кончится эксперимент. Можно ли усидеть на каких-то там штыках, репрессиях и прочих, на которых тоже, на самом деле, нет средств. То, что сейчас пошло приближение к сценарию медного бунта 1662 года, когда, в общем, страна перенапряжена, у нее экономика упала. Просто этот бунт может выразиться, скорее всего, в драку элиты арбитрового коллектива за тот зацессу. Народ не проснется. Народ не проснется, к сожалению. То есть, те, кто просыпается, очень много их вижу. Он проснется потом, когда элита... Проснется потом и просыпается малая часть. Я когда иду там по городу, по набережной, в аэропорту, где угодно, даже вот там получал эти самые там права, не права, господи, а номерные знаки на машину, море людей, которые там общаемся, которые узнают, их мало. Потому что остальные просто, простите меня просто по Фине. Что происходит? Мы как-то сами, мы по себе. Пока наших отоскрают, дом сгорит весь, все село сгорит. Это понимание. Мы сгорали много раз в нашей истории, мы, видимо, еще раз, к сожалению, не можем так сгореть. Но самое интересное, я просто общался с так называемыми политологами-полихтологами кремлевскими, и они уже Ардоган брат, Турция брат, все там многоходовка, мы всех переиграли, это был расклад, он наш человек. В общем, все гениально. И летчиков сбили какие-то там провокаторы в гуздепо. Это все понятно. Хотя премьер-министр Турции говорил, что он лично давал указ о якобы о том, чтобы сбить это, и лично радовался этому. Значит, ну самое интересное, что сейчас они прикрываются Ардоганом, что он великий, мощный, гениальный многоходовочник, он борец против американской тирании, и вот надо брать пример с него. И сейчас закручивание Гая, когда уволили полторы тысячи деканов, факультетов в турецких вузах, 7 тысяч силовиков уволены на посажены, массовые репрессии, посадки, там чистки рядов, 30-х годов собрано. Школьных учителей, собственно говоря, увольняют, еще штрафы, аресты. И я просто на полном серьезе я просто поговорил, там было некое мероприятие, я пообщался, там был человек, наверное, 7, ну они все известны, наши политологи, в принципе, реально, судя по всему, сверху пришла команда говорить, что это правильно. Ну как бы, под сурдином того, что Эрдоган там, молодец, прав и это надо делать, потому что он борется с глобальным там, эмпиристическим режимом, мы, прикрывая Эрдогана, тот же режим, строим у себя в стране. То есть, мы этим путем, они его оправдывают, потому что не мы одни такие, но еще Турция, а полуция Великая Смарк. Они тоже попытаются счищать преподавателей, учителей, судей, там, нет, судей вряд ли, они все продажные. Ну вообще, честно говоря, хорошая была бы, что надо идти поддать Кремлю, а то воплотят, может быть, не дай бог, осмонарусь. Это будет, осмонарусь, надо объединяться, наверное, с Турцией, с Братской. Это будет катастрофа, это будет просто. С политическим славом у нас хорошее отношение, в кавычках, десятки войн. Думаю, что мы все равно будем регулярно отслеживать ситуацию в том, что называется экономика Российской Федерации, потому что это самое действительно важное. Где ни экономики, уже ни Российская Федерация, одна офшорная аристократия, да, и псевдоэкономика. Вот, но дело в том, что наш гражданский долг все равно предупреждать и я думаю, что мы увидим еще очень много удивительных, в кавычках, событий. Увидим, наверное, подтверждение или отрицание вот этой гипотезы. Возможно ли, возможно ли вообще какая-то власть в стране, где экономика просто-напросто прекратила существовать. Владислав, спасибо громадное за беседу. Спасибо, Максим. Да, и мы не прощаемся с вами, дорогие друзья. Тем-то все равно будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин